Ольга Викторовна Мычко Я постараюсь кратко уложиться На среднем выступать, наверное, очень трудно Я, может, даже сокращу немножко свое выступление И я не буду сегодня разматывать, так скажем, киноленту событий На полях палеотивной помощи в Республике Беларусь Но у Гульнара дикий палеотив у нас случился тоже И он случился, вернее, переход в оккультуривание палеотива Случилось и с приходом пророка из чужого отечества Пророк у нас вырос сам Мы, по сути дела, взрослый палеотив вырос из детского палеотива Наверное, Анну Горчакова эту фамилию знает в этой аудитории И, по сути дела, взрослый палеотив родился из детского палеотива А так, добавив немножко академизма к моему выступлению Хочу сказать, что подтверждая все выступления предыдущих наших спикеров При открытии сегодняшней конференции Конечно же, потребность в палеотиве вырастает Эксперты дают разные цифры Что к 60-му году вырастет бремя по всем возрастным группам И нарушениям здоровья Прогнозы разные в зависимости от, так скажем, состоятельности общества Там, где действительно общество с низким доходом по душевым и средним Там значительно произойдет рост потребностей в палеотивной медицине До двух раз цифры называются Но что надо сказать, что если разобраться в статистике, кто же нуждается в палеотивной помощи И нормирование услуг, и, соответственно, финансирование То есть кто эти люди, кому нужна помощь, сколько этих людей И какая структура этой помощи Это действительно вопрос глобальнейший Особенно для системы здравоохранения И то, что сегодня Российская Федерация этим занимается И практически, я так понимаю, рабочие группы у вас будут происходить вместе с финансистами на этом этапе То для нас это очень важно И тоже хотелось бы в этом поучаствовать и послушать мнения людей Которые в это глубоко погружены Но в структуре нуждающихся в палеотивной помощи Интересная появляется такая пропорция Что 45% это пациенты с известным прогнозом И прогнозом неблагоприятным О котором мы говорим это менее года Но, извините, там 55% пациентов Которые с прогнозом необозначенным Либо благоприятным прогнозом И тогда вопрос становится интересным в том плане Как же финансировать, как структурировать эту помощь Как организовывать И какова инфраструктура палеотивной помощи Должна случиться в стране Так, не на то нажала? 2014 год знаковый Для всех систем здравоохранения Когда действительно Всемирная Ассамблея Здравоохранения Приняла знаменитую декларацию Которая, по сути дела, вот назвала тот корабль Дала ему правильное название А как корабль назовешь, так и поплывет И действительно, эта декларация говорит о том Что палеотивная помощь нужна На продолжение всего жизненного цикла Эта декларация абсолютно не ограничивает Возможность развития этого направления Только пациентов в терминальной стадии заболевания И сегодня, исходя из этой позиции Конечно же, всегда пересматриваешь Собственной дефиницией И как называется палеотивная помощь в твоей стране И когда мы говорим, что это пациенты в терминальной стадии заболевания Тогда оказывается, ёлки-палки Мы же нарушаем свои обязательства Наверное, что-то нам надо делать Нам надо пересматривать название нашего корабля Куда мы плывем Значимость качества жизни человека В эру доказательной медицины И то, что мы говорим, что мы уже переходим Живем в переходный период С доказательной медицины В эру милосердия Или так называемую комплентную медицину Это тоже очень важно Как добавить нашим техническим прогрессом Космическим, великолепным технологическим операциям Технологии, робототехники Вот этого человеческого компонента Когда мы теряем нашего пациента Уже расхожая фраза у нас случилась в онкологии Что мы вкладываем в лечение пациента Ресурс, как крыло от Боинга стоит Но мы не можем его выходить И вот тот перекресток Когда же нужна палеоактивная помощь Называйте ее supportive care, поддерживающее лечение Называйте ее ранняя палеоактивная помощь Или медицинская реабилитация Как ни крутив профиль фаз сверху снизу Это качество жизни А качество жизни, которое на уровне медицинских технологий Дополненное философией этой помощи Оно, конечно же, даст успех Не только в качестве дожития Завершения жизненного цикла Но и даст пациенту шанс выжить Попасть в группу survival Я буду, не зачитываю все свои слайды Сэкономить время И вот на этом слайде немножко остановлюсь Что уже, мне кажется, такое количество работ Которое представлено мировым медицинским сообществом Что уже доказывать, что палеоактивная помощь важна Нужна необходимости, нет И вот это принятие в этом не может быть В этом что-то есть И так должно и быть, наверное, уже доказано То есть мы уже вот в той фазе, когда просто надо садиться И изобретенный велосипед адаптировать к тем дорогам Той страны, по которой он должен ездить История Беларуси отстает от европейской истории При развитии палеоактивной помощи, ну где-то на 40-50 лет Поэтому всегда так интересно просматривать Вот эти вот киноленты европейские Сравнивать, что у нас происходило в постсоветском пространстве В союзном государстве Мы где-то так вот, рядышком где-то По крайней мере, гармонизирована наша вот эта вот Интеллектуальная мозговая волна Но кто-то богаче, кто-то более располагает ресурсами Кадровыми, техническими, организационными, финансовыми Но то, что вот в этом сообществе Кто попал в палеоактивную медицину Уйти из него, это просто невозможно Можно выйти на несколько лет, но ты все равно туда вернешься И то, что это действительно медицина с человеческим лицом И это обязательно палеоактивная помощь Это про жизнь, а в жизни важно все Физическое, духовное, социальное, медицинское И если разбирать каждый компонент То, по сути дела, везде нужны свои технологии Ну, это вот то, что мы называем мухи на топтали Вот в Беларуси вот этот вот маленький желтенький кружочек Как количество сервисов Ну, тоже могу с этим не согласиться Потому что представление информации Представление о сервисах у каждого разное Например, в Минске есть одна выездная патронажная служба Но она, извините, состоит из 12 врачей И 48 сестер У кого-то выездная патронажная служба Это один врач Иногда будет только одна медсестра И это уже выездная патронажная служба Потому что всегда надо на берегу договариваться Вот с глоссарием Четко прописывать, о чем мы говорим Поэтому я не бежаюсь на этот слайд Пусть там это будет пока маленькая такая точечка Ну, как говорится, будем договариваться Будем разговаривать на одном языке Как измерить, как мы развиты и не развиты Тоже на этом не останавливаются Это, так скажем, хрестоматийные признаки Но каждый, кто смотрит на эту таблицу Увидит, где у кого в стране чего не хватает И с Дианой Владимировной у нас был разговор Что, конечно же, в таких вопросах глобальных Развития направления Очень важно консолидировать наши усилия Консолидировать больше, мне, конечно, интерес В образовательных программах Гармонизация этих образовательных программ И самое главное Обучить учителя Научить преподавателя, который может преподавать Вот, мне кажется, здесь есть возможность Совместно обсудить и вложиться в это направление Потому что, я думаю, действительно Мы можем быть друг другу полезны По этапам оказания помощи Наверное, тоже все знают эту историю И все знают, что Что такое палеоативный подход И чем вся эта история заканчивается Не только хосписной помощью Но и гореванием вот этим большим Вкладом психологов в работу С теми, кто остался жить И где мы видим ресурс и возможность И профилактики тех же онкологических заболеваний И хочу сказать, что действительно История всех, кто здесь свои киноленты прокручивал Начиналась с хосписной помощи Сегодня В Республике Беларусь Я бы хотела обсудить Приоритеты организации помощи Тоже пролистываю этот вариант Чтобы вас не задерживать ваше внимание Структуру в Беларуси Мы задались вопросом Вот эти вот 55% Где они? Которым еще можно реально помочь И можно оказать эту помощь На примере онкологической службы Республики Беларусь Хочу сказать, что Просчитав число нуждающихся В полиативной помощи Мы увидели, что мы можем оказать Реально Только четверти Нуждающихся в полиативной помощи И мы нашли подходы И определили, что ресурс Чем раньше мы начнем Оказывать эту помощь Чем раньше мы будем внедрять на этапе Еще куративного подхода Мы сможем принести больше пользы Вот это вот, вспомните, да 13-й год, 14-я белая книга И вот этот перекресток Палеотива, куратива, поддерживающего лечение Это как раз-таки тот момент Который мы уже можем рассмотреть На уровне специализированных организаций здравоохранения На уровне онкологических диспансеров И действительно интересный опыт В Республике Беларусь Когда мы проследили, как же у нас открывались Палеотивные службы В 2009 году у нас первый кабинет Открылся в Минском Клиническом диспансере Два года назад На базе РНПЦ онкологии Имени Александрова Мы попытались Вот уже в течение 2-х лет Создается госпитальная служба По палеотивной медицинской помощи И самое удивительное Что для меня Это было просто восторг И восхищение Когда на прошлой неделе Позвонил мне нейрохирург И говорю Ольга Викторовна, какое безобразие Вы понимаете, что у нас в отделении Нет пролонгированного морфина в таблетках Понимаете, я просто утирала слезы радости Потому что 2 года назад Закупались только парентеральные формы Введения морфина Тромодола Пентаниловый пластырь У нас только любили нейрохирурги Потому что они сразу его наклеивали В острый послеоперационный период Не разбираясь 50, 75 или 25 За 2 года случилось, конечно же Изменение Трансформация в подходах К оказанию помощи Таким пациентам Внедрение протокола Палиативной помощи По контролю симптомов Который, по сути дела Настраивал и лечащего врача На дальнейшее сопровождение Данного пациента И самое главное понимание Куда я этого пациента передам дальше Если ресурс исчерпан Либо когда прогноз заболевания Неизвестен и возможно благоприятный Кто с ним будет работать Вот это вот создание Инфраструктуры поддерживающего лечения Равно ранней палиативной помощи Равно ранней медицинской реабилитации Оно, конечно же, срабатывает Две основных задачи Госпитальной службы И мы надеемся, что эти госпитальные службы Успешно будут работать в каждом диспансере Онкологическом Поскольку в следующем году Уже принято решение внести изменения Законодательные по организации онкослужбы В стране Где палиативная медицина Будет встроена как обязательный компонент И создание таких форм работы Как госпитальная служба На базе стационарных организаций С возможностью консалтинга Амбулаторным пациентам И взаимодействие с выездными Патронажными службами регионов Я пролистывала слайды, чтобы не занимать Ваше время Это будет очень важно То есть медицинские компоненты Консультирование лечащего врача Совместное в рамках Мультимодального подхода к пациенту И второй блок Это организационная маршрутизация пациента В какие руки В какой сервис я этого пациента передам Ну вот, наверное, немножко скомканный доклад Завершу я его Вот этой вот моделью Бабочка и Пипы Которая в 2013 году Опубликовала эту статью Как улучшенная интегрированная модель Палиативной помощи И мне кажется, что вот эту модель Надо еще хорошенько организаторам рассмотреть Потому что здесь будет экономический эффект Не только выражаться через качество жизни Которое очень трудно посчитать Но он еще здесь будет и монетизироваться Поэтому при планировании Дальнейшего финансирования Разработки финансовой модели Палиативной медицинской помощи Мне кажется, здесь очень надо Очень надо хорошенечко ее изучить И просчитать Поэтому, коллеги, я думаю, для вас Это будет очень интересно У себя в регионе эти вещи посмотреть Ну и Обычно что говорят Огромное спасибо Спасибо, что позвали Огромное спасибо Участвовать в таком мероприятии И очень надеюсь на сотрудничество В плане прежде всего Программы обучения Образовательных программ Дорогие коллеги, спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok